Здравствуйте, я Александр Герасименко. Пятница, я отвечаю на ваши вопросы. Пишет мне Дмитрий. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Я с рвением начинаю новые дела, но не довожу ничего до конца. Через месяц после любого начала у меня полностью пропадает мотивация, и мне уже хочется или ничего не делать, или заняться чем-то другим. Пожалуйста, посоветуйте, как сохранять желание и мотивацию. Чувствую, что жизнь проходит, а я бегаю стороны в сторону без всякого прогресса. Ваш поклонник Дмитрий, Пиес. Жду встречи на взлетной полосе. Дмитрий, учиться нужно всегда улучшить. Задумайтесь, кто самый мотивированный из людей? Что приходит на ум? Наркоман. Наркоман, потому что если он не получит свою дозу, физиологически у него начнутся ломки. Психологически он не испытает этого блаженства, которое он получает от приема наркотика. Так вот, Джордж Карлин сказал интересную вещь, американский комик. Он сказал то, что этой стране нужно меньше мотивации, говоря про США. Посмотрите на количество убийств и изнасилований. Джордж Карлин шутил, он был комиком. У нас с вами серьезная задача. Мотивация будет очень нужна. Но вам необходимо осознать, что чтобы эту мотивацию в себе разбудить и получить ее, вы должны моделировать поведение наркомана. Физиологически и психологически вы должны хотеть вашей цели. Давайте задумаемся. Первое. Физиология. Очень часто, начиная работать с моими клиентами, я вижу, что у них в физиологии огромная энергетическая дыра. Они пытаются закрыть ее алкоголем, сигаретами, кофе, но это все не работает. Если ты не выспался, если ты неправильно питаешься, если ты не ценируешься, у тебя просто нет сил достигать успеха. Сегодня конкуренция настолько накалена, что если ты не близок к пику рабоспособности, ты просто проигрываешь. Сколько сегодня тухлых специалистов, которые стали одинокими, к ним никто не обращается. Почему? Они просто протухли. У них нет силы, нет энергетического драйва. У вас должен быть драйв обязательно. И драйв получается на уровне физиологии. Человек, каким бы мы ни казались, психологически уникальным созданием, человек – это буквально совершенное животное. Совершенное, но животное. Поэтому физиология – это первая вещь, куда вы обращаете ваши силы. Помню, однажды ко мне обратился один из клиентов, и после первой коучинговой сессии я поставил перед ним условие. Или ты бросаешь свою работу, или я прекращаю работать с тобой. Знаете почему? У него был график сутки через трое. Ты не можешь быть успешным, оставаться мотивированным, когда после работы ты приходишь, ты ложишься плашмя, и лежишь так два дня. Работая один день из четырех, мы ничего не сможем с тобой достичь, я объяснил ему. Тебе необходим ровный график, когда каждый день ты будешь близок к пику своей работоспособности. И то, что у вас нет мотивации, если вы уставший, а это, кстати, ситуация с 90% людей. Когда вы были последний раз в отпуске? Так вот, если вы уставший, стратегия, и любые ваши решения, не выполняются, у вас просто нет сил выполнить, вы можете самую лучшую машину поставить у своих ворот. Но если там нет бензина, она никуда не двинется с места. Поэтому ваша главная задача – обеспечить себе физиологическое топливо, вы должны быть заряжены на успех в конце концов. А теперь психология. Я расскажу вам сегодня три самые главные принципа, как оставаться психологически мотивированным. Сколько раз мы слышим, ставьте перед собой высокие цели, такие высокие, чтобы ее смотивировали. А где цель высокая, где она маленькая? То есть заработать 100 тысяч долларов – это маленькая цель для кого-то, а вот 350 – это высокая. Где она становится высокой? На 225 или где? Как цель становится высокой? Все очень просто. Любая цель не мотивирует человека, если она не меняет стиль его жизни. Многократно я вижу, обращается ко мне девушка, я хочу стать сейчас менеджером низкого звена, я хочу стать менеджером среднего звена в моей компании. Ну и что? Ты работаешь сегодня 40 часов в неделю, ты будешь работать 50 часов в неделю, твоя зарплата вырастет на 25-30%. Ну и что? Твой мозг отказывается выполнять любые твои задания, поручения, потому что он просчитал все шансы и знает, что эти усилия себя не оправдают, твоя жизнь останется такой же. Все очень просто. Ставьте такие цели, это первое психологическое понимание психологии мотивации, такие цели, которые не просто улучшают вашу жизнь чуточку здесь и чуточку там, которые полностью меняют стиль вашей жизни. Кстати, вы смотрите мои видео, вы читаете мой блог. Когда я решил стать тренером, я думал не о том, что я чуточку поменяю свою жизнь, я буду выступать перед большим количеством людей, мне будут платить за это деньги, но я буду занимать консультанты. Нет, нет, я хотел изменить стиль моей жизни. Если вы посмотрите мои видео внимательно, вы увидите, что я путешествую больше в разы, чем другие люди. Я живу в лучших местах, чем живут другие люди, потому что коучинг и мои выступления полностью поменяли стиль моей жизни. Сейчас я проведу цикл, большой цикл тренингов, потом цикл капитал тренингов, и я пущусь в двух-трехмесячное турне по всему миру, я буду писать там и заканчивать мои книги. Сейчас мне на них не хватает времени. Итак, почему я стал успешным тренером? Потому что это меняло стиль моей жизни, и я до сих пор остаюсь мотивированным. Поэтому ставьте такие цели перед собой, которые поменяют стиль вашей жизни, а не просто чуточку здесь, либо там ее улучшат. Вторая вещь, которая дает вам психологическую мотивацию, мощнейшую мотивацию. Помню, когда я изучал английский язык, я потратил первый год-два на изучение языка до очень высокого уровня, позднее выучил его в совершенстве, я учил английский язык 50 слов в день. 50 слов в день давало мне такой огромный прогресс, что я чувствовал, что еще не могу, и я его закончу, чем много я его выучу. Вам необходимо создать такую же иллюзию, иллюзию, что ваша цель приближается к вам так быстро, что еще не много, и вы уже войдете в зону, где вы будете испытывать удовольствие от этой цели. Все мы, все мы люди являемся эндорфиновыми наркоманами. Мы получаем эндорфин, естественный наркотик, получение удовольствия от окончания задания. Либо вы упорствуете в вашем задании и приближаетесь быстро-быстро к успеху, ощущаете этот эндорфин, получаете его, либо вы отвлекаетесь и получаете в другом месте. Почему люди так пристрастились к компьютерам? Очень просто. Здесь ты выучил 23 запуска, 50 слов английского языка, а там ты монстра убил. Монстр дает тебе больше эндорфинов, и процесс точно закончен. Монстр лежит на полу пещеры, с ним течет кровь, и ты такой молодец. Но это был не настоящий монстр, а эндорфины были настоящие. Наша задача – это упорство и продвижение своей цели и не отвлекаться ни на что. Не начинайте другие дела. Очень просто отвлечься и получить эндорфин из других мест. Ни в коем случае этого не делайте. Продолжайте упорствовать, давите, давите, оказывайте давление на движение к своей цели и получайте эндорфин из продвижения именно к ней. Итак, второй секрет получения мотивации был. Делайте большие шаги к вашей цели. Такие большие, которые будут питать вас эндорфином. И я подчеркиваю, чтобы получить мотивацию, необходимо много работать, потому что много работы дают вам большие результаты. А результаты питают мотивацию, как ничто другое. Вы не можете быть мотивированными без большой работы и без результатов. Так просто этот третий этап не существует. Много работаешь, получаешь большие результаты. Результаты мотивируют тебя. Иначе не работает. И третья вещь. Сколько раз говорю, на тренингах говорю, в личном общении, в видео мои рассказывал, ведите личный дневник. Мы рождаемся в этот мир без инструкции. Мы читаем статью этого специалиста, этого человека. Мне не часто разнятся. Что же мне делать? Куда мне дальше идти? Я не знаю, что мне дальше делать с собой. Нужно мне больше кушать, меньше кушать. Сколько нужно вставать? Сколько часов я высыпаюсь? Все очень просто. Все эти вещи вы узнаете. Если будете 6-12 месяцев вести ваш личный дневник, это будет инструкция к вам. Если вы знаете себя, если вы знаете, как к собой обращаться, и вы это делаете, вы гарантированно будете мотивированы и успешны по жизни. Есть четыре этапа введения своего дневника. Первое. Делайте записи. Второе. Просматривайте ваши записи. Третье. Принимайте по вашим записям решения. И исполняйте ваше решение. Если вы эти четыре этапа не проходите, то вы просто писатель, а не человек, достигающий успеха. Итак, я резюмирую. Для того, чтобы сохранять мотивацию и сохранять свой жизненный драйв, необходимо уделять большее внимание физиологии и несколько меньшее внимание психологии. Из психологии есть три вещи, которые вам помогут оставаться мотивированным. Первое. Ставьте цели, которые меняют стиль жизни. Второе. Идите к этой цели огромными шагами, чтобы получать интерфин от быстрого прогресса. И третье. Ведите личный дневник. Дмитрий, мы увидим с вами тренинги взлетной полосы. Мы свернем там горы. Если надо, продадим их. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи. С вами был я, Александр Герасименко.